ну что друзья побузим все же знают что такое бузить по пьяному делу а это оказывается такой слабо алкогольный ферментированный напиток из зерна который начал свое распространение вместе с ордами чингисхана когда они пошли на завоевание и теперь очень распространенный между прочим напиток в азии в на странах кавказа на балканах в турции и даже проник в африку это родственник пиву и квасу такой там двойное такое двойная ферментация молочнокислая и дрожжевая получается такое что-то родственник пиву и белому квасу очень интересный напиток в разных странах он известен под разными названиями буза бозо и так что же нам надо для бузы но мы сделаем свой вариант такой усредненный это пшено это овсянка масло сливочное хотя для степняков лучше подойдет курдючный жир это что у овцы сзади висит вот такой очень полезный очень ароматный но мы его использовать не будем потому что он очень ароматный своеобразно аромат вот для закваски сделаем кефирчик дрожжи и сделаем современную интерпретацию ванильный сахар добавим немножко ванильки для запаха вот и и естественно солод это пшеничный солод потом расскажу весь процесс и попробуем его расписать по биохимическим процессам вообще буза очень популярна в средней азии и на кавказе где основу рациона составляет именно мясо потому что мясо очень тяжело на желудке действует лежит переваривается и для этого пьют бузу вот это вот кисломолочная составляющая очень благотворно влияет на желудочный кишечный тракт помогает перевариванию плюс еще 3-4 процента алкоголя когда уже настоится самом начале и и даже можно пить в самом начале то есть как только сделан первые признаки брожения и и уже пьют и дети пьют и взрослые пьют она просто как напиток за столом когда уже настоится больше перебродит она становится более кислая и более алкоголистая но не сильно но все равно можно накидаться прилично поэтому можно есть мясо целого баранов топтать и запивать этой бузой и отлично будет желудочно-кишечный тракт все это перерабатывать так что я понимаю почему это так популярно именно в этих странах ну что долго болтаем начинаем наливаем 6 литров воды пускай начинает закипать а мы растопим 100 грамм масла и вольем в нашу овсянку перемешаем и потом все это туда и туда же закинем наше пшено а солод он же угут это уже для ферментации скажем потом все расскажу ну что все сварили части где-то у нас получилось все это проварить зерно разварилась очень хорошо просто замечательно вот теперь мы это все отнесем в чан с водой и охладим где-то до 40 градусов вся технология вот для пивоваров объясню вся технология заключается немножко вот не так как мы делаем пиво там мы уже затираем солод и ферменты начинают действовать на всех паузах расщепляя крахмал который сразу же экстрагируется и клести резуется здесь ферментов нету это зерно не соложенное она физически разваривается распадается глюкановые оболочки крахмал выходит клести резуется и вот это вот густота у нас кашей получается вот а теперь мы охлаждаем и будем добавлять немножко свежего солода в котором есть ферменты добавим свежего солода перемешаем и добавим немножко кефира для начала чтобы засеять молочнокислыми бактериями молочнокислые бактерии имеют свои ферменты выделяют ферменты которые расщепляют крахмал и то же самое разжижается то есть от ферментов солода от ферментов бактерий молочнокислых эта каша разжижется и у нас получится такая жидкая субстанция сложно представить что из этой густой каши массы мы получим вполне себе жидкий напиток но посмотрим что будет дальше вот у нас каша такая густая получилось застыла все зерна разварились крахмал выделился заклистеризовался загустел и теперь есть у нас возможность засыпать наш солод и залить кефир и это все будет разжижаться ферментироваться и завтра мы посмотрим что из этого получится так засыпаем солод немножко кефир чека молочнокислых бактерий сюда дрожжи засыпаем сразу и для аромата ванильного сахара немножко кинем все можно тщательно перемешивать запах конечно такой хоть хоть щас ложкой кушай такой каша каша молочная и ванилькой немножко а уже смотри уже начал солод действовать ферменты и уже начал разжижаться уже жижка уже нету такой густой массы уже стекает вот так начинает начинает действие ферментов быстро как начинают ферменты действовать ну все тут градусов 40 закрываем и оставляем до завтра возле нашей теплой батареи все до завтра утром продолжим доброе утро прошло 15 12 ну где-то 15 часов смотрим прикольно вот это уже уже она есть буза уже спасно сплошная жижка ну уже такая жидкая получилось можно фильтровать запах конечно такой средний что-то среднее между хлебом тестом для хлеба и брагой ну скорее больше браги такой спиртовой немножко ощущается в целом не отталкивающий что фильтруем оденем перчаточки у меня есть огромный сетчатый мешок ну будем делать будем делать с краешку и понеслась но теперь надо аккуратненько аккуратненько кто делает постоянно бузу вот это вот оставляет в холодильник и потом как закваску использует уже не надо дрожжи покупать уже не надо кефир покупать кефир можно и купить так выпить но уже не надо закидывать просто вот этот сварить бузу охладить и вот этот жмых как заквасочку кусочек кинуть все и она будет сама уже бродить вот так а мы продолжаем получилось по факту от килограмма два три жмыха и литров 5 самой бузы так пробуем сверху плавает огромная пленка сливочного масла и она уже начала прокисать прогоркать и вот этот вот кисломолочный запах он он присутствует ну делали по рецепту наверное так и должно быть но такой да запах браги и скисшего молока но вкус такой интересный сладковатый кисловатый такое ощущение как будто пьешь жидкое жидкое тесто когда его поставили дрожжевое тесто вот она разжижилась и я пью тесто и такой же привкус ничего такого противного и в целом интересно я думаю да она будет способствовать очень хорошо перевариванию мяса там шашлыка отбивных бешпармак да кисленький такой квас в целом в целом интересно сейчас еще игорек приедет я ему налью и не скажу что это такое пускай сам догадается посмотрим на реакцию пришла пора наших компаньонов пробовать любимый напиток чингисхана давайте наливаем ну вид конечно владимир знает как она делалась ты не знаешь только по рассказывал на физическое состояние видел кастрюлю смотрел не могу сказать уже завязана жара Но с виду айран. Ну, типа того. Ну, прямо так. Жажда утолеет. Да, да, да. В столовой наиле с соленым. Так что сейчас как раз. Ну, говорите, что, как? По запаху. Кисляк. Молочный кисляк. Молочный. Так, напоминает. Сказал бы, что один в один. Молочный. Да. Ну, вообще, молочный, молочный. Ну, вот это, походу, сливочное масло дает такой вот запах. Ну. Пиво тоже там просачивается достаточно. Сладенькое. Ну, оно описывается, как кисло-сладенькое такой. Я бы сказал, что летом такое. Нормально, да? Вот, когда поел как раз. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Такое. Да. Жажда утоляющее, я бы сказал, нормально. Очень способствует перевариванию. Именно желудочно-хижечный тракт. Когда мяса, много мучного. И вот это вот, оно хорошо. Запах такой, конечно. Специфический. Специфический. А вкус классный. Хе-хе. Хе-хе. Вкус хороший. Хе-хе. Вкус совершенно нормальный. Если так идет, тогда это тоже пойдет. Ну, браска такая. Браска. Браска. Молочная. Вкусненько. Хе-хе. Хе-хе. Как будто добавили немножко пива, бля. Как-нибудь. Ну, да. Такое сочетание. Сказал бы неплохое. Да. Успех. Друзья мои, разлили по бутылкам. Получилось 10 штук пол-литровых. Количество ограничено очень. Поэтому приходим в магазин, заказываем пиво от 3 литров. Говорим, ну что, побузим. И вам дарят в подарок вот такую вот бутылочку. И вы пробуете любимое пиво Чингисхана. Такой раритет. Я его, конечно, делать больше не буду на пивоварне. Потому что тут, можно сказать, инфекционная бомба. Тут и бактерии, тут и дрожжи, которые мне не нужны. Провели здесь полную зачистку, такую дезинфекцию. Поэтому приглашаем всех покупать хорошее пиво и получать такой вот необычный напиток. Продолжение следует...